Пластырь. Я все равно всех вижу, поэтому получите прошу. Так, значит, тема моей курсовой работы – это розничная торговля, все, что с ней связано, роль перспективы развития, чего она состоит, и как таковая, что это такое. Вообще, честно говоря, именно по моему мнению, в экономике розничная торговля несет исключительную особенность, в том плане, что за счет нее идет развитие государства как таковой, экономики государства. Она является сама собой ключевым фактором того, что мы видим, как это, отражает уровень и доставка населения, и каким образом происходят все процессы. То есть она такая более пластичная сама по себе, она достаточно легкая в какой-то степени, в сравнении с тяжелым, например, промышленностью, да, и при этом при всем она отражает многие показатели, которые, ну, может быть, где-то в глубине сильно видны. Вот, с одной стороны, розничная торговля, так как она лежит на поверхности всего пласта производства и оптовой промышленности торговли и остальных факторов производства, она непосредственно взаимодействует с покупателями, с покупательским спросом, то есть, грубо говоря, является буфером между поставщиками оптовыми и, там, производителями и покупателями, уже ограниченным потребителем населения. Розничная торговля сама по себе, ну, как таковой фактор, немножко неожиданно непредсказуемый на нее, за счет того, что она такая, ну, более не тяжелая, более легкая, да, а за счет этого мне влияют очень много факторов, в том числе и государственный фактор, если какие-то изменения в законодательстве, например, как вот было в 2014-2015 году, когда обвели сертификацию для торговых предпринимателей, кто привозил тоннами просто, там, одежду без сертификата, платили в 4 раза больше налога и не падились. Да, вот, у меня очень много знакомых после 2015-го года закрылись и в связи с этим, потому что посчитали свои прибыли и убытки, поняли, что это совершенно неэффективно, сертификация денег стоит, но тогда и тогда. Есть свои нюансы в различной торговле в том плане, что когда мы взаимодействуем с конечным потребителем, мы должны основно полагаться именно на ее индивидуальные какие-то особенности, которые ему больше нравятся, как-то больше угождать. То есть, если производитель старается делать массовый продукт, то этот массовый продукт, ты уже сидишь и думаешь, каким образом тебе его реализовать для того, чтобы он у тебя продался, чтобы не было как раз залежи товара на складе, была товарооборачиваемость и, в принципе, работало эффективно предприятие. 2020 год по сравнению с предыдущими неустойчивыми экономическими нюансами того, что 2014-2011 лет, он стал, наверное, таким самым серьезным испытанием для розничной торговли, в частности. Несмотря на то, что до сих пор продолжают строить торговые центры в большом количестве и территории для торговых предприятий или предприятий общественного питания, открываются постоянно какие-то новые территории, которые можно снять, арендовать. При всем при этом пандемия, как волной, когда пошли предыдущие кризисные волны, они все собрали свои дела, и 2020 год еще просто боролся коронавирус, который, конечно, большое количество предприятий закрылось за это время, очень многие подали на банкротство. По статистике портала Правобай, я нашла информацию, что 1680 подали на банкротство предприятий к 1 июля 2020 года. только о том, что они ликвидируются, и они банкротят. А какой-то удельный вес в общем количестве, не сексуальность? В общем количестве, где-то 88% получается, что у нас стали страдать вот этой вот ситуацией. Какие деньги подали непосредственно на банкротство? Подали на банкротство очень многие, в торговых центрах минимум половина отсутствует арендаторов, очень многие торговые центры опустили, за счет чего арендная ставка снизилась в какой-то степени, то есть если предприятие захочет арендовать, проблем с этим не будет, никаких не будет, но с другой стороны существует следующий вопрос тогда, а если, например, выпустить за какой-нибудь декрет государственный, который запретит розничную торговлю или чтобы работали предприятия общественного питания в свободном доступе, то есть если доставка туда возможна, а если вот очная, чтобы люди не заражались и так далее, то тогда получается, что ты уйдешь заведомо в убыток, будет недополученная прибыль, и по факту, ну как у вас, стоит вопрос, а стоит ли тогда открываться при самом деле в том, что вы закрепляете. Хорошо, вы сократили свою, у вас там моя большая помощь была, да? Да, я сократила, я вам в понедельник освещаю, я вам поздравляю на помещение. Хорошо, хорошо. Хорошо. Это прекрасно. Выход обратно из этой ситуации нам не дали. А, да, я ж не… Машу, несложаю. Да. Так. Да, это все. Бежал, пожалуйста. Ну, скажем так, я в розничной торговле с 2007 года работала на разных предприятиях, в разных магазинах, были разные масштабы, и как раз вот это вот все время, там, 2008, 2011, 2014, все эти нестабильные экономические ситуации я видела их в 2020 году в том числе. Вот. Как таковое, конечно, часть предприятий, то есть то, что я вижу и для себя в том числе, и для большинства, первое, это найти вариант той рекламы, которая будет срабатывать в массах интернета, скажем так, найти вариант того товара, который будет сейчас людям нужен, кроме продуктов питания, скажем так, да, то есть часть предприятий, там, те же… вот по карман я обнаружила, что многие из зоомагазинов включили, например, доставку. А вот, кто-то открывает онлайн-магазины, таким образом, экономя на территории, которую снимаешь, арендуешь, но тут такая двоякая ситуация в интернет-торговле, я их тоже описывала, что с одной стороны вроде бы ты экономишь, но с другой стороны для того, чтобы у тебя в доступе был товар, который ты продаешь, он должен где-то храниться, тебе хотя бы нужен, чтобы был склад. Ну, и там есть своя специфика, там, тоже продвижения, вот этого всего. Вот. Конечно, за этот год, кстати, Таня упомянула, увеличилось количество форматов доставки той же еды, то есть раньше у нас там был меню-бай основной, и все, теперь я вижу, кто-то стал доставку делать по ближайшему району и какие-то крупные предприятия, ну, кроме пиццерии, скажем так, специально я уже буду делать доставку. Ну, пиццерии они были всегда? Мы были всегда, да, но они… Это не так при доставке, это важно. Потому что ты можешь платить онлайн, ты платишь онлайн, а они тебе доставят везу уже. Да-да. И они вот прям себе две недели как бы оставляют заказ, и вот, допустим, некоторые те люди. И это тенденция отбеживается на большинстве предприятий и крупных, и мелких. Ну, скажем так, при всем при том, что ситуация очень сильно неустойчивая и нестабильная, при всем при этом я все равно вижу, что кто-то открывается, даже с узкими нишами, как вот там, цветы, например, вот такое вот. То есть все равно люди надеются на лучшее. Правильно. Это хорошо. Вот на этой, на этой, на этой хорошей, замечательной показе. Так, следующий.